Число представлено в виде суммы трех квадратов, каждый из которых делится на три. Докажите, что то же самое число можно представить в виде суммы трех квадратов, не делящихся от нас. Число представлено в виде суммы квадратов трехматуральных чисел, которые делятся на три. Есть некое число n, которое представлено в виде 3а в квадрате плюс 3b в квадрате плюс 3c в квадрате. А, В, С в равни числе. Докажите, что то же самое число n можно представить в виде суммы трех квадратов, где числа x, y, z целы не делятся на три. Ну, и взято, естественно, тоже автоматично будет делиться на три. Это просто знание школьного кристалла. Если они не делятся на три, то они и нуля не будут. Поэтому можно здесь написать, что тут правильно число, не сначитесь на целых. Первое. Все ли понимают, что это 9а квадрат плюс 9b квадрат плюс 9c? Второе. Это можно записать в следующий образ. 4а квадрат плюс 4b квадрат плюс c квадрат плюс 4а квадрат плюс b квадрат плюс 4c квадрат. И плюс а квадрат плюс 4b квадрат плюс 4c. Вопрос, зачем мне это надо? А вот зачем мне это? Я сейчас в каждом из этих мест напишу такую штуку. 2А плюс 2Б минус С. Дальше я напишу 2А плюс 2С минус Б. 2Б плюс 2С минус А. Делать видов квадрат. Что при этом произведено? Смотрите, вот в этом месте у нас возникнет удвоенное произведение этих штук, то есть 8АВ. Здесь возникнет минус 4АВ. И здесь возникнет минус 4АВ. Поэтому АВ исчезнет. Ну точно так же исчезнет ВС, АС. И значит сумма этих квадратов это действительно вот эта штука. Мы сумели число Н представить в виде вот такого выражения. АВСС не должен быть как раз. Правильно. Действительно вопрос интересный. А вдруг какой-то из этих чисел тоже кратно отрекло. Поэтому мы должны не просто писать инфору, а делать это аккуратно. Что значит делать это аккуратно? Наша с вами цель это перейти от разложения, в котором числа делятся на высокие степени тройки, к разложению, в котором они будут делиться на меньшие степени тройки. Согласны? Отлично. Значит, надо не так вот рассказывать, как я написал. Хотя эта формула, это и есть то, что нам нужно. А нужно рассказывать так. Мы могли из чисел АВСССР вынести максимальную возможную степень тройки. Из этих самых максимально возможных степеней мы могли взять самую маленькую. Тогда смотрите, во что все это превратится. Давайте введем такое значение. Вместо АВССР давайте я напишу А это 3 в степени К умножить на альфа. Где альфа должен быть натуральный число. В В это 3 в степени К умножить на бета. И С это 3 в степени К умножить на гамма. Альфа, бета и гамма это натуральные числа. А вот 3 в степени К может быть нулем, может быть единицей. Чего я хочу добиться? Чтобы среди этих чисел, когда я сделаю такую же операцию с этими числами, с этими тремя, чтобы у меня значение К уменьшилось. Отлично. Давайте думать. На самом деле формула вот эта единственная, не важная. Давайте думать. Можем ли мы как-то понять, как связаны вот эти числа? На самом деле можно. Это 2 умножить на а плюс б плюс с минус 3с. А теперь смотрите, там то же самое. 2а плюс 2с минус b это то же самое. 2 умножить на а плюс б плюс с минус 3б. Поняли? И третье число то же самое. А это на 3 делится. Поэтому я не должен заниматься каждым из них в отдельности. На самом деле мне достаточно проследить, чтобы уменьшилось, чтобы вот этот человек делился на 3. Ну не а плюс б плюс с, конечно, а вот с теми альфа плюс бета плюс гамма. Не делилось на 3, то шаг будет сделан. Поняли? А это можно. За счет изменения знака перед одним из них, которые не делятся на 3. Так, давайте я быстро в двух шагах повторю. Итак, при чем у нас была речь? Есть число, представленное в виде суммы 3 квадратов, каждый из которых делится на 3. Надо доказать, что в таком случае можно представить в виде суммы 3 квадратов, которые на 3 не делятся. Решение. Будем уменьшать вот этот показатель степени. То есть, запишем в виде 3а, 3б и 3с, где каждый из этих чисел а, б и с, значит, запишем в таком виде, как мы можем для всех. Отлично. Немножко алгебры. Получилась такая формула. И дальше выбираем знаки так, чтобы альфа плюс бета плюс гамма не делилась на 3, понимая, что мы внутри скобки можем менять знак, не влияя на квадратов. Продолжение следует...